Всем приветики, друзья! Начинаем новый влог. Я уже что-то тут поснимала и вспомнила, что не снимала начало видео, поэтому исправляюсь. Заходили мы в универмаг, сейчас покажу какие-то вставочки. Решили Саше купить какие-то там игрушки, он что-то впечатлился у кого-то, в школе было, поэтому приходится ему что-то покупать. Потом в три цены зашли, там тоже что-то прикупили. Очень хорошая сейчас такая погода стоит, как бы ветра нет вообще, что бывает крайне редко. Вообще нет ветра. Полнейший стиль, поэтому очень-очень комфортная погода. Вот такая классная игрушка вообще, он у нас литневец. Интересно, сколько он стоит. Прикольная такая мягкость. О, такие вот разные конструкторы. Мальчишки любят с такими играть. Дешевенькие есть и подешевле, есть и подороже какие-нибудь такие, ну по типу лего. Собирать что-то у Саши интерес, проснулся. Никита давно этим увлекается. Теперь надо и младшему покупать, чисто, чтобы свое было. Нашли в магазин, ой, три цены. Ну, тоже какие-то игрушки, что-то у нас сегодня аттракцион невиданной щедрости по поводу игрушек. Саша, кстати, купили в универмаге какую-то деревянную игрушку, ну собирать надо. Вот по типу такого что-то там, да, как бы вот детальки такие, их выдавливаешь и получается, что-то получается. Тут вот разный, как бы есть. Мы купили тарантул и такой вот лабиринт захотел. Пять, два блеска, зеленого цвета только ему взяли. Ну ладно, в принципе, если хочет, пусть играет. Здесь только вот всяких полезных таких штучек, вот, например, для школы надо нам. Такие, набор закладок для книг 2,50 стоит. Вот такие закладки для книг 2,60 стоят. Вот такие с линейкой вместе 2,50. Ну, много вот таких. Три цены именно в магазине. Таких вот всяких штучек. Тут, ну, даже есть и еда какая-то, там и сковородки, и посуда, и канцелярщина. В общем, много всего. Папа! Папа, папа, папа! Идет прям, играет на улице, на ходу. Мне нравится, как сейчас на этих вот игрушках, на многих написано, типа, отвлекает от гаджетов. Но на самом деле, я так понимаю, что это у многих такая проблема сейчас. Ну, да, да, и там вот будь, ключи, там телефон, да, или планшет, конечно, да. Поэтому, если ребенок хоть какое-то время будет играть во что-то там, в конструктор какой-то или лабиринт, я думаю, что это уже хорошо. Ну, вот такая вот игрушка. Ну, что тоже прикольная, можно тут собирать сборная деревянная модель. Тут вот разные тоже модели из серии. Потом можно даже раскрасить. 10.45 со скидкой, там, 9.40. Но мне вот понравилась такая сова, но совы, к сожалению, не было. Вот такой вот маленький подарочек. Пришел Саша сегодня из школы, и у девочки был день рождения. Давайте посмотрим, что там такое. Ну, каждому ребенку подарили, они все шли с этим наборчиком таким маленьким. Вот такой вот сок, яблоко, вишня. И какие-то конфетки. Так, подождите. Сейчас, секунду. Посмотрим. Такой вот чупа-чупчик маленький. Такие конфетки были. И вот такие. Ну, хороший такой презент для всех деток, когда день рождения у кого-то. Так, первый мешок пошел. Ну, вот первый мешок картошки решили все-таки в этом году купить, потому что, ну, один год в магазине, ну, не натаскаешься. И драников хочется наделать. Вообще-то очень удобно, когда много картошки. Здесь 30-32 килограмма. 27 рублей вот этот мешок. Ну, мы два мешка заказали. Если кто спросит газеты, нет, не покупаем, не выписываем. Просто на работе заставляют выписывать. Поэтому ждем второй мешок. Все. Второй мешок у С Никиты принесли. Ну, в принципе, нормально. Мед зашли купить. 15 рублей. Ну, по 15-13 рублей в угол. Не брала. У нас мед в сотых. Так, показываю, что купили на базаре. Молоко сгущенное с какао рогачевское. Там 4 с чем-то стоят. Сметана. Перцы. Вот такие перцы. По 5 с чем-то. Хорошие такие перцы. Ну, килограмм 200, по-моему, взяла. Эта колбаса называется докторская, как раньше. Ну, вкусная, действительно. Ну, это телячий такой кусочек. Последний забрали. Мед цветочный, луговой. 5 с чем-то. 300 грамм на вес. Виноград. Не помню, по сколько. По 6 с чем-то. Ну, купили вот такую вот сковородку. Сковорода такая блинная. Стоила 37 рублей. Вот такой вот получился тарантовый. Что, прикольно. Можно его еще раскрасить. И вообще, когда-нибудь что-нибудь такое покупать, делать. Уже начистили картошку. Ну, Костя почистил картошку. Сейчас будет ее измельчать, а я буду жарить. У нас будет много-много драников. Хорошая, кстати, картошка очень. Все, комбайн наш сломался. Будем использовать простую, обыкновенную терку. Честно говоря, на терке мне нравится. Вкуснее, когда делаешь. Наша посудомоечная машина используется для хранения посуды. Мы там не можем. Для хранения всякой всячины пойдет. Так, на одной сковородке взяли все наши драночки. О, и на второй. Заказ свалбериса забрали. Смотрите, какая швабра. Щетка для мытья окон. Сейчас посмотрим, что она вообще из себя представляет. Сейчас я ее достану. Вот такие вот детальки. Коробки были. Ну, в общем, надо все это дело собирать. Здесь палка. Так, собственно, щетка такая вот. И вот так вот. Ну, надо на зиму, конечно же, снимать сетки и мыть окна. Так, сегодня у меня завтрак не кашка, как обычно, а вот такие вот ленивые вареники. Это свои домашние, замороженные просто были. Вот остаток я себе их сварила. Дети вообще их не хотят есть. У меня дилемма, с чем мне их есть? Молоко сгущенное с какао открыть еще не открывали. Либо мед. Не знаю, даже подумаю. Ну, с чем-нибудь надо вкусненьким, таким сладеньким. И то, и то хочется. Решила все-таки с медом. Все-таки с медом. Какой медик аппетитный. Из картошки еще вот такое вот блюдо можно делать, запекать в духовке. Картошка, мясо, лук. Тоже очень вкусно получается. Вышли мы на улицу в воскресенье. Идем продукты какие-то купить. Там обложку опять надо еще очередную обложку. Для очередной тетрадки. Вот. И на улице вот такая погода. Дождь идет весь день сегодня. С самого утра и будет идти до самого вечера. Машины едут прям вообще по лужам. Реки. Ну, конечно, целый день льет дождь. Градусов 8. Холодно. Ну, что делать? Вчера, конечно, драники вот эти делали. Так классно. Так вкусно. Так наелись. Ну, долго не будешь. Ну, много часто не будешь такое делать. Все-таки. Потому что... Потому что это очень муторно. Мы долго возились вдвоем. Градус сломался этот комбайн. Надо будет его выкинуть. Пока все это дело перетерли. Пока все это пережарило. Ой, это, конечно, очень долго. И много картошки на это уходит. Ну, один раз, в принципе, сделали. И достаточно утолить вот этот вот голод сразу. А потом как-то и не хочется. Есть другие тоже не менее вкусные блюда. С картошкой связанные. Вот. Сейчас идем. Ой, ну не ромак. Все. Что-то мы купили. Сейчас пойдем. Еще вспомню. Надо какой-то тип органайзера. Учительница дала вырезать такие квадратики, кружочки. Всякие такие маленькие очень фигурки бумажные. И как бы надо куда-то их положить. Их вырезали. Часики там всякое такое. Надо куда-то положить. Какой-то органайзер или что-то. Называется, например, на эти тусы. Сам не знаю что. Ну, сейчас что-нибудь подумаем. Посмотрим на Ваудрес. Сейчас тоже зайдем. Надо забрать там крем. Заказываю для... Крем для депиляции. Кстати, недорогой вельвет какой-то. Уже второй раз заказываю. Мне понравилось. Очень даже ничего. Можно брать. Вот. А были в соседях. Там мясо купили. А потом, конечно же, в грошек. Там всякое такое масло. Сливочное, подсолнечное. Мука. Там что-то там еще. Короче, помнила. Сейчас забыла. Приду, вспомню. Вот раньше, помню, записывали. Когда в магазин ходили, список такой делали. Ну, потому что забывается все. Приходишь домой и вечно что-то забыл купить. И знаете, что странно мне показалось? Вроде, говорю, такая погода. Вон, дождь идет. Но народу везде достаточно много. И в магазинах, и везде. Ну, воскресенье. Как бы не хотят, наверное, люди дома сидеть. Поэтому гуляют под зонтами. Ходят по магазинам. А я, честно говоря, думала, что, говорю, будет пустынно. Но нет. Флаги намокли. Чего их не убирать? Не знаю. Как долго уже стоят. Они уже все бедненькие, стрепались. Зашли в магазин. Поиск, говорю, организаторы. По таким ступенькам спускаемся. Нет, ничего нет. Зря только спускались. Ладно, будем искать. Зашли в фикс прайс. Смотрите, какой прикольный стакан с таким вот ежиком. Вообще, что-то только не придумают. 9 рублей стоит. Ой, не нашли мы эту штуку, которую искали. Такой органайзер. Нет, они в фикс прайсе нигде нет. Так, ладно. Нет, значит нет. Надо как-то просто придумать, как эти квадратики, кружочки принести. О, терка такая маленькая. Для чего надо, типа... Ну, чеснок можно тереть. Лимон, чеснок нарисован. Тоже прикольно. Ну, а вот такой вот этот крем после депиляции. Вот, крем-гель после депиляции смягчающий. Ну, нормальный такой. Коробка, правда, была помятая, но она и не нужна. Сейчас я выброшу. Ну, такой недорогой нормальный крем после депиляции. Купила такой вот виноградик в соседях. Ну, не знаю, выглядит он, конечно, аппетитно. Такой крупный, такой вот весь яркий. Но такой, честно сказать, не очень сладкий. Лучше покупать какой-нибудь обычный такой зеленый, ну, или черный. А этот какой-то не очень по 8 рублей килограмм. Ну, попробовать стоило. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok